Новая эра вообще развития технологий, IT-сферы, это будет искусственный интеллект. IT-профессия сейчас будет меняться. Фактически AI сейчас может заменить любого специалиста. Старайтесь свою геолокацию выключать, не выкладывать фотографии своих детей. Вы должны сами учиться безопасности данных. Вот это и есть самое главное опасение. Для тех, кто не знает, меня зовут Динара. Я являюсь основателем и CEO группы IT-компании Codify. Я программист по образованию. Второе образование у меня с Америки, магистратура, управление IT-проектом и Management of Information Systems. И позже я также работала в Америке, именно в IT-сфере. В 2016 году вернулась на каникулы в Кыргызстан. Но осталось здесь делать сперва именно компанию ZenSoft, это аутсорсинговая компания. Потом в 2019-2020 открыла свою компанию Codify. И с тех пор, о, спасибо, и с тех пор работаю именно в сфере IT в Кыргызстане, в стартапах развития IT-косистемы. Новая эра вообще развития технологий IT-сферы, это будет искусственный интеллект. Потому что все то, что мы раньше делали через изучение IT-сферы, программирование IT-профессии, сейчас будет меняться. Ну и тот вопрос, который многие задаются, будут ли работы у программистов через 5-10 лет, она на самом деле очень актуальна. Потому что работа будет, но она трансформируется. Почему? Потому что как раньше там написать код на фронтенде, использовать JavaScript и какой-то фреймворк, уже будет недостаточно. Теперь нужно быть, мне кажется, в будущем нужно будет быть именно software-инженером, то есть именно инженером каких-то технологий. Не просто там, я знаю какой-то фреймворк, изучу там 1-2 языка программирования, и я готовый программист. Мне кажется, именно в рамках развития искусственного интеллекта технологий нужно будет развивать вообще направление, как думать, как именно инженерия. Когда будет hardware, то есть все то, что вот вы наблюдаете вот здесь стоящее на столе, это hardware. Это все то, что вот напечатано, компьютер, сами вот эти комплектующие, все такое. Все то, что начинено внутри процессора, и вот здесь вы видите, это софтверные программы. Программисты в основном сейчас, они все софтверные программы пишут, внутренние, начинку. Но hardware это в основном делают именно инженеры. Мне кажется, в будущем именно за счет развития искусственного интеллекта будет развитие, когда инженерия будет развиваться не просто software, когда внутреннюю начинку, но и когда внешне вы должны будете hardware мешать софтверам. Вот это и есть отличие именно развития технологий. Мы начинали разработку IT-проектов, продуктов на глобальный рынок. У нас есть аутсорсинговая компания, мы разрабатываем проекты на глобальный рынок. У нас есть клиенты с Сингапура, Австралии, Европы, Америки и даже с Пакистана. Потом у нас появился Codify Academy, мы начали обучать IT-профессиям. Потом во время ковида мы сделали свою собственную CRMLMS-систему для автоматизации управления обучением, потому что на тот момент edXMoodle, который мы использовали, полностью не закрывал потребность наших компаний. Но благодаря тому, что мы сами автоматизировали свои процессы в Академии своим собственным продуктом, сейчас этим продуктом пользуются более 100 образовательных центров и компаний по вообще Центральной Азии. У нас где-то 100 клиентов B2B по всей Центральной Азии. И у нас есть своя платформа по трудоустройству, JobCodify. Кстати, все те, кто ищут работу или хотят получать вакансии, в Телеграме можете написать JobCodify. Вы увидите вот Let's Codify, JobCodify платформу. Там, кстати, у нас внедренный инструмент искусственного интеллекта. На бэкэнде, конечно же, OpenAI, но мы его полностью кастомизировали под себя. Там есть персональный AI-ассистент, который поможет вам написать резюме, мотивационное письмо. На платформе JobCodify в Телеграме можете подписаться и получать актуальные вакансии каждый день. Все это бесплатно. Это все бесплатные инструменты на основе искусственного интеллекта. Вкратце, это вот то, чем мы занимаемся. И почему я думаю, что будущее вообще IT-сферы – это искусственный интеллект? Именно потому что вообще сейчас искусственный интеллект внедряется во всех мировых компаниях. И теперь ключевая штука заключается в том, что те компании, ровно так, как в 20 веке, первые компании, которые перешли в интернет-технологии, они взорвали и сейчас, можно сказать, управляют рынком, потому что все топовые глобальные мировые компании сейчас – это интернет-компании, которые на слуху. В 21 веке все топовые компании – это будут компании с искусственным интеллектом. Поэтому вообще все вот Fortune 500 – это получается, именно есть такой список топовых глобальных 500 компаний, которые самые большие на глобальном рынке. Вот все Fortune 500 сейчас используют инструменты искусственного интеллекта, хоть в каком-либо из своих процессов. Следовательно, если вы хотите в будущем, надеюсь, найти работу, то очень рекомендую сейчас уже изучать не только IT-программирование или какую-то одну профессию. Вы уже должны знать инструменты искусственного интеллекта, особенно те, которые бесплатные и доступные в интернете. На самом деле, плюс именно искусственного интеллекта заключается в том, что его можно внедрить во все процессы. То есть, например, у меня группа IT-компаний. Я могу внедрить его, начиная от разработки, дизайна, автоматизации, колл-центра, сейлс, медиа, маркетинг, текста, видео, посты, сториз. В любой отдел, который есть, в любую большую компанию можно внедрить эти инструменты. И по факту оно начинается, понятное дело, вот разработка, взаимодействие с клиентами. Это вот разные чат-боты, телеграм-боты, которые могут запросы клиентов автоматизировать. Это снижение затрат вообще на обслуживание клиентов. Это помощь в принятии решений, улучшение качества продуктов. Сейчас, например, вы можете зайти на страницу letscodify.io и там прям зарегистрироваться и вам откроется безлимитный инструмент искусственного интеллекта codify.ai.botic. Там вы можете вместе с codify.ai.botic сделать резюмешку, мотивационное письмо, любые вопросы позадавать, любые ответы заполучать. То есть, по факту, уже сегодня в Кыргызстане есть проекты, продукты искусственного интеллекта, которые уже внедрены в процессы и полностью используются. Единственное, что плохо, что они еще не дошли до учебных заведений, поэтому вам остается только самообучаться, потому что, когда вы выйдете из учебных заведений, мир IT-индустрии будет уже другая. Не чуть-чуть другая, а очень другая. И вот на примере codify я вам могу показать, рассказать, где мы его вообще используем. Наши рекрутеры, HR его используют в поиске вообще кандидатов, в обработке резюме, в постингах. Вот начиная, вот смотрите, мы сейчас на нем делаем пидждеки. Мы на нем делаем контент для соцсетей. Но я думаю, все в курсе, что на нем можно написать любой пост, на нем можно сделать любой дизайн, заголовок. То есть все, что угодно можно придумать. Визуальный контент, маркетинг-план, учебный процесс. Я, кстати, силу бы смогу разработать. То есть я для примера писала курс про AI на AI. В шутку. И он написал мне прям модули, скрипт. Даже что говорить, как здороваться, как видео записать, как он может даже учебник написать. То есть, понимаете, это настолько фундаментально меняет мир, что фактически AI сейчас может заменить любого специалиста, кроме топ-менеджеров в моей группе компаний, где 30 с чем-то человек. То есть только представьте, SMM может заменить, дизайнера может заменить, разработчика может заменить, сейлс-консультанта может заменить. По факту искусственный интеллект сейчас может заменить всех. Но ключевая разница, что искусственным интеллектом тоже кто-то должен управлять и заниматься. Поэтому я говорю, что сейчас узкоспециализированные направления, скорее всего, будут пропадать, будет больше продвигаться какая-то инженерия. Потому что уже мало знать просто какой-то язык программирования, или просто фигму, или просто канву. Потому что даже сейчас не нужно знать дизайн, чтобы сейчас зайти к канву, подключить его инструмент искусственного интеллекта на создавать дизайн. И я даже не дизайнер. Понимаете? И вот это и есть будущее IT-сферы, когда мало знать одно направление. Нужно знать фундаментальные какие-то направления, инженерию, или хотя бы иметь логическую цепочку, чтобы использовать эти знания. Вот здесь вот на самом деле очень прикольный пример того, как вот это мое сообщение, это специальный скриншот, то есть фотография того от 19 февраля 2023 года. Slack – это наш внутренний инструмент, это мое сообщение. Я его, кстати, обычно пишу, я по ночам работаю. В 11.52 ночи я написала нашей группе компаний, что мы переходим во все департаменты, внедряем инструменты искусственного интеллекта. За 10 дней все 4 компании внедрили инструменты искусственного интеллекта в свою работу. Все 4 компании Codify за 10 дней. Чувствуете скорость? Не 4 года, не 10 лет, не 4 месяца, не 4 недели. 10 дней нам потребовалось, чтобы полностью все наши бизнес-процессы перестроить на инструменты искусственного интеллекта. Вот здесь вот конец 22-го мы начали изучать. 19 февраля я написала, что типа давайте попробуем во все процессы. Даже в сейлс-отдел, даже в СММ-отдел, даже в разработческий, в дизайн, во все-все отделы. 1 марта мы успешно внедрили. Я вам сейчас покажу, в каких отделах мы внедрили что. Ну, самый большой, чаще всего, это реклама и маркетинг. Сейчас у нас генерация контента для соцсетей, даже для моего соцсетей. Можно посмотреть некоторые фото, сделанные не мной. Или на мой инстаграм, если зайти, там есть пару видео, которые сделаны на искусственном интеллекте, потому что я такое не нарисую. Как бы, сори, я не дизайнер, я не умею. Но благодаря тому, что мы используем уже готовые бесплатные инструменты, ну, некоторые платные, мы придумываем заголовки для текстов, постов, визуальный контент, маркетинг планов и улучшение качества перевода. То есть мы можем уже какие-то текста спокойно переводить там на русский, крыгызский, английский и обратно. К сожалению, крыгызский не везде поддерживается, чаще всего между русско-английским получается. В учебные отделы мы там уже можем спокойно создавать контент для курсов. То есть если раньше мы нанимали специального человека с огромным опытом, который садился, писал план, программу, сейчас ты это скармливаешь искусственному интеллекту. Он в прошлый раз, вот я же говорю, для эксперимента я, короче, попробовала написать, ну, я правда на английском, я должна была написать курс про искусственный интеллект для предпринимателей-стартаперов, как использовать инструмент искусственного интеллекта. Я открыла искусственный интеллект, чат GPT, правда, четвертую версию на английском. Я ему написала, говорю, напиши мне, пожалуйста, план того, а курс помодульно, как обучить инструментам искусственного интеллекта предпринимателей. То есть там же специальный набор идет, то есть, например, ученика нужно одному учить, предпринимателей второму, учителя третьему, именно от роли отталкиваясь. Как вы думаете, за сколько минут, чат GPT, четвертая, это платная версия, мне написал учебный план для курса про искусственный интеллект. Секунду. Не, ну не секунду, конечно. У него тоже время уходит. У него тоже время. Да? Около трех минут. Справками я где-то за минуту, ну, вот, справками я же там говорю, там, перепиши, вот это передумай, перефразируй. Где-то за 30 минут я написала план курса по искусственному интеллекту на английском. Английский не мой нативный язык, но я на нем говорю, пишу, но вот я его могу просто сказать, а теперь переведи на русский. И у меня есть учебный план для обучения искусственному интеллекту, инструментам искусственного интеллекта для предпринимателей стартапов, понимаете? То есть мне не нужен целый штат людей или преподавателей, менторов или разработчиков, которые мне, скорее всего, пару недель справками рожали бы вот этот вот учебный план. То есть, понимаете? И вот это и есть будущее, ребят. Будущее IT и есть искусственный интеллект на примере того, как он делает. А теперь я недавно делала анализ вообще кыргызстанских продуктов. Конечно, из-за того, что инструмент искусственного интеллекта был обновлен, по-моему, январь 2002 года, я просто задала вопрос, типа, какие есть именно продукты из Кыргызстана. Он сперва дал мне все продукты, я говорю, нет, IT-продукты, IT-компании. Он мне дал IT-компании. Но, опять же, она датируется январем 2022 года. Почему? Потому что чат GPT обучали вот тем снапшатом, который был взят в январе 2022 года. Он не знает весь 22-й год, что было, и 23-й год. То есть чувствуете? Вот это и есть лимитация. И это, кстати, поймет только человек. Машина не поймет это. Ну, автоматическая оценка работ студентов, это уже делается, его настраиваешь, и он может проверить код спокойно и найти ошибку. Но я думаю, это уже и так многие знают. Ну, разработка ПО, я думаю, здесь уже все догадываются, что искусственный интеллект может быстро, круто, классно писать код любой. На любую систему. Понятное дело, он не может учитывать какие-то вещи, например, что там, например, интеграцию с пеймент-системой он не сделает. То есть, например, он может написать пеймент-модуль, то есть модуль плачежа, ну, гипотетически, на любом языке программирования, который вы дадите ему, но он не сможет его интегрировать, например, с Демербанком. Потому что он не знает протоколы безопасности Демербанка, он не сможет связаться с Демербанком, но саму систему платежки он спокойно напишет. Поэтому я и говорю, что будущее вообще IT – это знать инженерию, не просто написать код, потому что написать код теперь может искусственный интеллект за вас, там, за три минуты максимум. Ну и менеджмент, менеджмент, я думаю, здесь опять же зависит от менеджмента, но у нас он, например, бизнес-план может писать, стратегию может писать, он вообще многие моменты. И вот это все, ребята, делается у нас в Кыргызстане, в группе компаний Кодифай сегодня. Не через пять лет, не через десять лет. Это сегодня в Кодифай используется в Кыргызстане. Пока вы выйдете со школы, с университета, придете работать, это все уже будет совсем на другом уровне. Поэтому, повторюсь, мое видение искусственного интеллекта – это именно в рамках… ой, мое видение будущего – это в рамках искусственного интеллекта. Например, когда раньше мне нужно было написать какое-то длинное письмо, я его сидела и реально писала. Сейчас я просто даю, открывая чат GPT четвертую версию, говорю, напиши мне письмо на вот это, ответ. И он вежливо, красиво, длинно, без ошибок пишет, что… единственное, у него лимитация – то, что он очень сухо пишет. То есть, когда… вчера буквально был пример, когда мне кто-то присылает текст, написанный чат GPT или искусственным интеллектом, я чаще всего могу определить, потому что он такой сухой, он не эмоциональный. Ну, в Миджорни, на самом деле, вы уже часто видите изображения в Фейсбуке, в Инстаграме, все используют чат GPT, чтобы генерировать какие-то изображения. Если раньше, прикиньте, нужен был дизайнер, который сидел, придумывал концепт, рисовал, перерисовывал, изображение что-то делал, чтобы и на это уходила минимум неделя, вот этот инструмент тоже за пару минут тебе нарисуют несколько вариантов без дизайнера. Я не говорю, что дизайнеры не нужны, они нужны. Но я к тому, что вы теперь можете какие-то базовые вещи делать на вот этих инструментах. Ноушен и я – это вообще наш топ-1, потому что наушен и я, он еще и для управления очень классно подходит. На нем есть задачи, на нем можно должностные инструкции писать, описание вакансий, делать контент. Там же внутри есть встроенный свой наушен и я и внутри. А наушен и я – это на самом деле очень классный инструмент по управлению. Очень рекомендую, кстати. Это вот инструменты, которые наша команда использует. Тоже можете попробовать. Я в основном пользуюсь ChatGPT четвертой версией. Здесь я обычно на своих соцсетях, в инсте, в фейсбуке, в линкдине умничаю про разные инструменты. Можете, кстати, на моей странице зайти посмотреть. Там есть предпоследний видосик, сделанный на инструменте искусственного интеллекта VideoLib. Там прямо есть вот фото, и оно приближает, и рядом создаются объекты. Этот видосик в релсе был сделан за, там, типа, где-то 30 секунд. Смонтирован, сделан. А выглядит так, как будто над ним работали, там, как минимум один видеограф, дизайнер и еще один специалист. Там контент как минимум недельку. То есть вот это и есть, по моему мнению, такое, знаете, субъективное будущее IT-сферы. Оно полностью вдоль и поперек будет связано с инструментами искусственного интеллекта. А самое главное, я реально верю, что вообще будущее всех индустрий будет тем или иным образом перекликаться с инструментами искусственного интеллекта. То есть сейчас уже есть программы, которые уже созданы. Когда вам, вы звоните, с вами на той стороне общается не человек в колл-центре, а вот. Причем вы не можете отличить, прямо в интернете погуглите, вы не сможете отличить этот человек или не человек. Медицины тоже очень сильно меняется, потому что раньше вот МРТ, например, считывал там ваш головной мозг, вот эта вот фотография. И раньше вот врач что-то там смотрел на эти пятна этого вашего МРТ и что-то там умное вам говорил. Сейчас же уже есть натренированные яйки, которые считывают вот этот вот снимок и говорят, вот здесь у вас затемнение, вот здесь у вас вот это. Обратитесь к онкологу, вот здесь у вас вот такой, обратитесь к невропатологу, тому-то, тому-то, у вас скорее всего там с процентностью 90% у вас вот здесь опухоль, вот здесь рак, вот здесь вот это. То есть чувствуете? А теперь вот все то, что мы рассказываем про считывание лица и машины. То есть уже в западных странах, я вот, например, жила в Сингапуре, есть система безопасного города, где считываются лица людей. Городское именно управление знает, что вы, например, ходите по какой улице, куда, во сколько, когда. Сколько машин, куда, зачем, какая машина с каким номером тоже автоматически считывается. То есть уже технологии до такого дошли. В принципе, есть очень крутые роботизированные компании. Мне нравится особенно Boston Robotics, в котором уже вот инструменты софтвера искусственного интеллекта внедрились, hardware уже с роботами, которые могут уже сами переносить груз, вытаскивать там раненых из там или там из-под пожаров чего-то вытаскивать. Другая сторона технологий такая, что ты сделаешь технологию, но у тебя рынок к нему не готов, он не будет этим пользоваться. Мы сделаем, например, какую-то технологию для врачей, а врачи скажут, а я лучше читаю, потому что моя интуиция, мой мозг лучше натренированы. Они вот как там с процентной ошибкой, там 60-70%, как они считали, вот эти МРТ-снимки, они так и будут считывать. Это вот как сейчас, например, почему я могу написать силобус или модуль курса по искусственному интеллекту на основе искусственного интеллекта. Но если я дам это кому-нибудь, вот есть учебные заведения, университет, политех. Я уверена, здесь есть эти люди, которые пишут программу. Как они называются? Вот, да, методисты. И я вот скажу теперь, так, убираем методиста, теперь вот это пишет. Я более чем уверена, что этот методист скажет, да, этот инструмент какашка, я напишу лучше. Хотя я могу доказать рационально аналитическим репортам, что один человек не может в голове держать такое количество информации. А инструмент, который обучен на интернете на 90% базы, напишет это лучше просто потому, что там будет больше данных. И вот в век новых информационных технологий, искусственного интеллекта, IT, самый главный скилл это будет логическая цепочка, рациональность. То есть аналитические скиллы, когда вы можете перепроверять информацию через разные источники. Потому что сейчас, если я вам покажу достоверную информацию из интернета и скажу, что вот ученые Гарварда выяснили, там будет статья, что у нас не 5 океанов, а 7 океанов, потому что открыли еще 2 океана. Я вам покажу видео и статью, и там будет фото какого-нибудь ученого из Гарварда. Вы же поверите? Вы поверите? Вы пойдете и будете рассказывать всем. У нас теперь 7 океанов. Правильно? Вот это и есть самое главное опасение, которое, мне кажется, мы теперь должны учить друг друга, себя в университетах, колледжах, школах. Это аналитический склад ума, перепроверять информацию. Особенно, когда эта информация очень спокойно заливается в интернет, печатаются книги, статьи, журналы, а мы в постсоветской системе воспитания выросли так, что если что-то напечатано, то значит это правда. Вот сейчас, например, мои родители не умеют отличать неправдивую информацию от правдивой. Вот там написано, что вот так-то, вот так-то, вот такой-то там издан, вот так-то изобрели, они такие, о, как-то изобрели. Потому что в системе нашего воспитания выстроено так, что если что-то напечатано, значит это правда. Но это и может оказаться неправдой. Теперь же, мне кажется, в будущем, особенно через пару лет, будет так. Все, что попало в интернет. Да. Ну, опять же, это мое субъективное мнение того, что мне кажется, к чему придет. Потому что, ну, вы не сможете доказать. Это вот, знаете, как есть ноты песен. Вот есть песня, и его дублируют, но они меняют буквально одну ноту и говорят, что это новая песня. И вот судебные тяжбы идут годами, и только потому, что одна нота другая, а его, кстати, не украл, это просто человек украл. И мне кажется, все сведется к тому, что насколько вы сможете защитить это. Ну, опять же, мое субъективное. Я же считаю так, все, что утекло, ну, сори. Потому что мы можем 10 лет потратить на доказательства, кто правее, а просто сделать новое что-то. Ну, опять же, это мое мнение сегодня-сейчас. Мы в Америке на магистратуре проходили безопасность данных своих. То есть старайтесь свою геолокацию выключать, не выкладывать фотографии своих детей, особенно маленьких. Не обязательно выкладывать, где вы живете, адрес, паспортные данные. То есть вы должны научиться самой защищать свои данные, данные своей семьи. Особенно маленьких детей сейчас очень прикольно там фотографии выкладывать, там, в какой детский сад ходит ваш ребенок, где вы живете, фото своего дома. Ну, в этом мире век новых технологий некоторые информации не обязательно выкладывать. Я бы сказала вот так. Вы должны сами учиться безопасности данных. Остальное можете здесь дозадать.